здравствуйте дорогие друзья сегодня в преддверии весеннего праздника я хочу предложить вам рецепт очень простого но при этом очень красивого и вкусного тортика который состоит из обычного бисквита который вы кстати можете делать на любое количество яиц но я обычно не делаю его сильно высоким поэтому беру 3 яйца крем также может быть любым я сделаю заварной на основе сгущенного молока и сиропа от ананасов самое главное что на приготовление этого торта уходит совсем немного времени его практически даже не нужно украшать он получается очень красивым и аппетитным я думаю что украсит любой праздничный стол к яйцам комнатной температуры я уже добавила ванильный сахар и щепотку соли теперь добавляю сахар и хорошенько взобью взбивала около восьми минут на самой высокой скорости взбивать нужно до тех пор пока на поверхности не будет оставаться след вот видите он держит форму теперь в несколько этапов ввожу муку и размешиваю движениями снизу вверх дно разъемной формы я застелила пергаментом диаметр форму у меня 21 сантиметр выкладываю кольца ананасов причем предварительно их нужно откинуть на сито чтобы стекла лишняя жидкость а потом промокнуть салфеткой или бумажным полотенцем и теперь сверху аккуратно выкладываю тесто отправляю бисквит выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут а вы ориентируйтесь по своей духовке выжму сок из апельсина прямо руками и процежу его из баночки с ананасами я слила сироп у меня получилось 200 миллилитров а апельсинового сока получилось 50 миллилитров я теперь все это соединяю для крема я взяла сгущенное молоко очень важно брать сгущенное молоко хорошего качества добавляю сюда желтки и размешаем выливаю сок с сиропом при этом 50 миллилитров я оставляю для пропитки коржей то есть в крем у меня пошло 200 миллилитров и теперь отправляю сюда кукурузный крахмал все хорошенько размешаю при желании можно добавить ванильный сахар отправляю смесь на огонь и варю непрерывно помешивая на медленном огне до загустения перекладываю крем в миску можно накрыть сверху пленкой в контакт можно этого не делать а просто периодически помешивать венчиком чтобы сверху не образовалась пленка в остывший крем добавляю кусочек сливочного масла комнатной температуры и взобью миксером если крем вам кажется слишком приторным добавьте сюда несколько столовых ложек лимонного сока кладу сюда немного оставшихся ананасов и размешиваю проверяю бисквит на готовность даю ему немного остыть прямо в форме затем переворачиваю бисквит на решетку и аккуратно убираю дно а затем бумагу и теперь даю ему полностью остыть теперь мне нужно поделить остывший бисквит на две части по всему кругу я делаю неглубокий надрез примерно 5 миллиметров и вставляю в этот надрез обычную швейную нить скрещиваю и тяну в разные стороны аккуратно убираю верхнюю часть пропитываю соком нижнюю часть если вы любите очень влажные тортики можно сварить сироп отдельно и пропитать нижнюю часть а затем перевернуть верхнюю и пропитать ее укладываю нижний корж на блюдо вокруг устанавливаю кулинарное кольцо бортики выкладываю полосками которые я вырезала из обычной канцелярской папки выкладываю крем если вы планируете обрабатывать бока тортика оставьте немного крема разумеется до добавления туда ананасов сверху отправляю второй корж теперь отправляю тортик в холодильник на ночь чтобы он настоялся по прошествии времени я освобождаю торт от формы и обмазываю бока кремом и затем обсыплю их кокосовой стружкой и в центр каждого ананаса я выкладываю какой-нибудь джем или конфитюр красного цвета ну вот простой вкусный домашний тортик готов стоит отметить что в качестве крема можно использовать взбитые сливки они отлично подойдут к этому тортику в сочетании с фруктами также в крем можно добавить большее количество фруктов например взять еще одну баночку консервированных ананасов или взять абрикосы а также персики также можно взять большее количество крема чтобы его слой был выше ну и как я уже говорила можно сделать выше сам бисквит разделив его на две части а также можно разделить на три в общем смело вносите изменения в этот рецепт и все делайте на свой вкус не забывайте также смотреть и другие мои рецепты а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне а мы увидимся в следующих видео а